Всем привет! Это очередной будничный блог, влог, и сегодня мы находимся в Крылатском. По мнению некоторых, это сердце велоспорта, но летом это на самом деле настоящий просаг фиксит гира, потому что кататься летом на треке это совсем со шквар, здесь можно делать только зимой это и участвовать во всяких разных соревнованиях. Но мы, тем не менее, понимаем, что такого скопления интересных магазинов, фитнес-студий, сайкл-студий и разных ништяков нету нигде в Москве, поэтому сегодня у нас небольшой влог-сюрприз, в котором мы расскажем вам о очень интересной студии Байк Фита Гоу Флоу. Пройдемся с нами и сделаем вашу посадку идеальной. Мы на месте, сейчас мы попадем внутрь и поздоровимся с основателем студии Гоу Флоу Антоном, и может быть будет у нас еще какой-то сюрприз. Здравствуйте! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Мы в студии Гоу Флоу, и Антон Круглов нас всех сейчас посадил на наши велосипеды, и хочется задать несколько вопросов, с какими сложностями вы встретились за эти два дня? Вот, с нами. Нет, нет, не было никаких сложностей, но все было отлично. Все отлично. Отличные велосипеды. А вообще сложности посадить фиксера по отношению шоссейного велосипедиста, есть какая-то разница? Разница, безусловно, есть, но я не могу сказать, что это какая-то особая сложность. Ну, просто есть своя специфика в работе фиксеров. Ноги у хорошо тренированного фиксера, как и у хорошо тренированного трековика, обычно работают лучше, чем у среднестатистического шоссера. Поэтому, все у вас неплохо. А вот по поводу седел, можете сказать, как раз таки, вот, Бьерн, ну, не подходят ли они нам, а то есть, каковы они вообще для использования? Мне нравится, я сам катаюсь на Бьерне, неожиданное, в общем, такое решение, какое-то такое, вроде как в перечном сечении сверх плоское седло, и при этом в продольном сечении там есть выраженный профиль, который фиксируют на одном месте. Интересно, мне понравилось, подходит оно, конечно, не всем, надо пробовать, но хорошо, что, ребята, я даю их пробовать. Вот, я вот попробовал и не отдал, я на нем катаюсь. Вот, ну, а у вас как пойдет? Кому-то подошло, кому-то не подошло, но это нормально, это абсолютно нормально. То есть, ну, я, мне очень нравится эти все. Байкфит на фиксен вообще нужен? Ну, байкфит на всем, чем угодно нужен, в целом. Байкфит, это, я это сто раз уже повторял, на мой взгляд, это в первую очередь о здоровье. То есть, если вы хотите сохранить здоровье своего двигательного аппарата, в первую очередь коленей, то вам нужен байкфит. Вот, потому что любые наши отклонения, нормальные совершенно, это не заболевания никакие, это именно нормальные, сейчас ты упадешь, споткнувшись от попомер, отклонения в длине ног, разница в разворотах стопы, в высоте сводов, они все влияют на то, как мы будем сидеть на велосипеде, как мы будем педалировать. И зачастую это приводит к каким-то компенсациям, которые как раз ведут к нездоровью. И самая главная задача моя, вот эти все вещи поймать и устранить. А на фиксе вы катаетесь, на чем, какая разница? Спасибо огромное, студия GoFlow, лично, за то, что у нас всех посадил. Да, очень приятно, да, покататься на этой машине, на самом деле я не ожидал своих показателей, так как мне тут все ровненько было, и как не ровно там, но очень здорово. Короче, GoFlow, приходите, здесь есть кофе, здесь есть ватбайк, можно сделать байкфит, все очень круто. Если бы полтора года назад мне сказали, что, типа, чувак, тебе нужен байкфит, то, скорее всего, я бы подумал, зачем, ну, реально, для чего. Но на самом деле у байкфита есть реальные важные плюсы. В первую очередь он позволяет выставить правильную посадку, а правильная посадка позволяет вам не получать ненужные травмы. Даже если вы используете велосипед для поездок чисто на работу или там до барчика, все равно может настать момент, когда коленка, нога или любая часть другого тела откажет. И поэтому, если вы хотите кататься долго и без травм, то, ну, байкфит – это как бы, ну, масс, наверное, да. И второй момент – это, конечно, правильность посадки с точки зрения комфорта. Потому что, с одной стороны, да, мы можем ехать 10 километров и не замечать какие-то штучки, но когда вы вдруг собрались с друзьями в туринг, едете по 100 в день, то может возникнуть такая ситуация, что вы не получаете удовольствие от туринга. И все это будет связано с вашей неправильной посадкой. Нам действительно нравится работать с Антоном, потому что, во-первых, у него есть большой опыт в этом. Вы можете найти лекции на ютубе, в которых он рассказывает о байкфите доступным языком. И, во-вторых, именно здесь ты не чувствуешь, как будто тебя обманывают, как будто тебя пытаются что-то навязать. Я пришел с Ростовкой не своей, мы посмотрели, сделали все, что можно. И в итоге, в итоге, сейчас посмотрим, естественно, как будет кататься в дальнейшем. Я поделюсь своими впечатлениями. Но в итоге мы сделали, как говорится, конфетку. Сейчас мы сходили в байк-студию к Антону Круглову. Он нас посадил с Гошей. Как она называется? Гоуфлоу. На самом деле, у меня, честно, ожидания были очень стрёмные, потому что я всегда думал, что я неправильно педалирую, неправильно сижу или что-то еще типа того делаю. А на самом деле, оказалось, сел на ватбайк. У меня идеально ровные колени, идеально ровно работаешь с правой и левой ногой. Я только подкрутил просто. Подкрутил. Но есть некоторые проблемы с коленями, они гуляют, но сказали, что из-за обуви, поэтому буду, скорее всего, покупать шассейные контакты. Ноги побрил, теперь нужно шассейные контакты еще купить. Короче, стремлюсь, все нормально. А, Гоша, что у тебя скажешь? Мне больше всего понравилось твое плоскостопие, когда ты сошелся. Да, плоскостопие. Я говорил вчера при Никите, что вы завтра будете ржать. Вот мне плоскостопие, типа. И даже Антон тоже удивился сам. Но, извините, природа. Я все думал, что у меня большие проблемы со спиной, с ногами и еще с чем-нибудь, потому что все время правая нога болталась, спина правая сторона тоже болела. А здесь мне эти великолепные стельки поставили, чуть шип подвинули, и все, конфета. Так за 4 года я сел сам. В принципе, я больше всего расстроился, что не могу на этом великолепном седле сидеть нормально, потому что таз меня как-то не пускает. Я неправильно на нем сижу. Бьерн очень хорошо. Тоже есть пауэр, на который можно сесть, и я обязательно еще приду к Антону. И мы с ним еще потренемся, посмотрим, что у меня не так. А, еще самое главное, самое интересное, что этот парень катается на 130-м седле, а я на 155-м. Ну, седалищные бугры-то у нас одинаковая ширина. Ну, просто это вот, ну, как бы факт этого. Это очень прикольно. Ну, типа, у меня седло 155-м, он катается на 130-м, а седалищные бугры у нас, типа, ширина до 120-м, типа, 118-м. Ребят, приходите, садитесь, то, что, вот, как Антон сказал ранее у нас в интервью, когда давал, на любой велосипед нужно садиться. Я бы даже, наверное, пришел бы на BMX. Короче, go flow, ссылочка будет в описании. Приходите, садитесь, там все очень здорово. Антон очень милый, все расскажет, покажет и объяснит, как правильно сесть. И почему так важно сесть, главное, правильный был спит. И почему это будет правильно. Да. И еще, байкфит, это прикольное обоснование для киевстайла. То есть, вы можете сказать, типа, то, что вам так на байкфит сказали поставить. Вот. Поэтому думайте сами, решайте сами. Спасибо, что посмотрели влог о том, как мы настроили свои посадки в студии Антона Круглова go flow. И для нас, для самых терпеливых и тех, кто смотрит до конца, есть супер специальное предложение. Антон разрешил нам сделать собственный промо-код на скидку 1000 рублей на прохождение байкфита у него в студии. Первым 10 людям, которые придут в студию и скажут, привет, мы от Мосгорбайк Тим. Поэтому, закрывайте это видео, спешите, делайте байкфиты, катайтесь круто и делайте это дешево и выгодно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!